Листать те страницы истории, которые написаны более мелким и неразборчивым почерком. Приглашаю к микрофону ветерана, участника Великой Отечественной войны, Александра Александровича Никитина. Уважаемые товарищи, мне сегодня хочется вам сказать, что у нас в районе здесь так поставлена работа о том, что мы все здесь люди чтим память погибших. Мне хочется в основном обратиться к нашей молодежи. Вы наше будущее, мы ветераны, потихонечку уходим из жизни, а вы будете здесь представлять нашу родину. И мне хотелось бы, чтобы вы никогда не забывали об этой скорбной дате, как война. Мне хочется пожелать вам всем доброго здоровья и помнить всегда о том, что мы живем в Великой России и что мы считаемся россиянами. Спасибо за внимание. Поисковые отряды, работающие на территории Зубцовского района, приезжают сюда много лет. И один из таких отрядов, это отряд города Москвы «Победа». Его руководитель Сергей Николаевич Щербинин. Не менее легендарная личность. Приглашаю к микрофону. 5 мая этого года, во время работы на урочи Щербекшина, Кузьмин Сергей нашел останки солдата. С ним был найден медальон, который легко прочитался. Это Виноградов Павел Иванович по военной специальности шофер, 21-го года рождения. А Сергей Кузьмин сейчас 24, они почти ровесники. Но Виноградов Павел Иванович в 42-м году погиб. Мы сегодня передаем для захоронения останков Павла Ивановича Вологодцам. Здесь у нас документы, протоколы с гумацией, исследования кремниевистические, а также личные вещи, которые были приняты. Я вам сейчас немножечко покажу. Это ложка, осколок, патрон наш, две монеты и сама капсула медальонная, ну и записка. Я прошу. Это все потом передастся родственникам бойца. От лица родственников, от лица Вологодского поискового отряда, от лица всех вайлокжан хочется выразить благодарность поисковому отряду «Победа», администрации Зубцовского района, патриотическому центру города Зубцов за проделанную работу, за прием, за теплый. Ну и 22 июня останки Виноградова Павла Ивановича будут с воинскими почестями погребены на мемориале Казицинского кладбища. Нашлись племянники, своих детей у него не было. Они выразили желание похоронить его в городе Володя.